Как правительство внесло бюджет в Государственную Думу? Как правительство внесло бюджет в Государственную Думу? Но это не значит, что она сохранится, а это прогнозируемая доходная часть, потому что мы не участвуем в формировании цен на нефть, мы исключены из этого процесса. Поэтому то, что назначат там, то и будет. Упадет нефть, сразу образуются огромные дыра в доходной части бюджета, отсюда все сокращения социальных программ, в первую очередь это мы уже проходили. В зависимости от доллара наша финансовая система полная, если Америка включит станок, тут же полетит в нашу углу вся финансовая система. Что заложено по доходам? 6,4% рост доходной части. Вроде все радуются, хлопают в ладоши, но давайте уберем оттуда рост дохода от природных ресурсов и останется всего 2,1%. Это не покрывает даже инфляцию, которая сегодня прошла за полгода, и говорю о следующем году, который будет. Невозможно гарантировать при таком бюджете ни социальные, ни другие программы. Абсолютно мы в этом убеждены. Если брать долг государственный, только вдумайте, 7 триллионов с лишним рублей государственный долг накопил господин Путин со своей командой, в два раза увеличится по сравнению с только с 2010 года. Долг. Если удвоить ВВП господин Путин за 10 лет, хотя я озвучивал и обещал, он не смог, а удвоить долги за 2 года легко. Обслуженный долг по процентам нам дорого стоит, обслуженный долг по процентам. Совокупный внешний долг на 1 июля 2011 года, правительство нам представило, составляет 538 миллиардов долларов. Это одна треть вала внутреннего продукта всей страны производящей. Он превысил объем золотовалютного резерва. У нас 14 миллиардов долларов золотовалютный резерв сократился. Это недалеко до дефолта. Политика заканчивается в резервный фонд. Продолжается. Есть резервный фонд и фонд национального спасения. Спасаем олигархов, банкиров и Соединенные Штаты Америки. Изымаем деньги из реального сектора, из экономики. Владимир Владимирович сейчас об этом ясно, ярко показал по Москве. Это происходит по всей стране. Цифры. Резервный фонд вырастет на 883 миллиарда и составит 1 трлн 658 миллиардов рублей. Бюджетом, однако, предусмотрен только 900 миллиардов. К 2014 году в фондах будет накоплено 6 трлн 745 миллиардов. Это 48 процентов от дохода всего бюджета. То есть половина бюджета будет в Америке. Это официально. Расходы, рост. На первый взгляд, популистские по 9 разделам из 14 всех социальных программ. Социальная политика, национальная оборона, правоохранительная деятельность растет. На первый взгляд. Но, если брать их по статьям, к 2014 году сокращение из 14, 10 разделов будет сокращаться. Почему выборы 2010, 2011, 2011 годы выборы? И сегодня можно показать несколько процентов роста, а дальше резко все сокращать. Пример. Например, национальная экономика, Вадим Валентинович сейчас сказал по Москве, снижение 2013 год на 114 миллиардов рублей. Авиакром можно было легко на эти деньги возродить. Вот сокращают в 2013 году на такую сумму выделения средств бюджета на нашу экономику. ЖКХ сокращение 2012 год на 96 миллиардов, доля ветхого аварийного жилья, причем увеличивается в 6 раз. Образование в 2 раза меньше необходимого. Выделили не нужны в год 303 Ломоносова, не образованные люди, не просвещенные, так сказать, и детишки наши в том числе. В 2012 год на 8% увеличивается, зато в 2013 год Италия по 5,5 и 8 миллиардов идет уменьшение. Выборы прошли, образование забудет. В 2014 еще на 60 миллиардов будет урезано. Это уже сегодня озвучено в проектах решений. Мы считаем, что идет полномерное разрушение системы образования нашего и всеобщую объявили дебилизацию народа российского. В первую очередь русский народ. Культура, как всегда, снижение на 88 миллиардов, до 82, ее не было. Советской русской культурой уничтожают дальше, не за отсутствием финансирования. Наше предложение, которое мы озвучили, позволит, начиная с национализации, уменьшение налогового обложения сериального сектора, ликера, водка и табачка в руки государства, позволит в три раза увеличить доходную часть. Но это не слышит ни партия жуликов ворот, ни Медведев, ни Путин, ни в том числе здесь Собянин, которые только что сегодня, в первом чтении, принимали этот закон. Спасибо. Спасибо.